Сытно, удобно, тепло. Эти три составляющие жизни военнослужащего в ведении начальника тыла части. Его обязанность наладить быт подразделения, где бы оно ни находилось, на учениях, полевом выходе или в месте постоянной дислокации. Готовят таких специалистов на военном факультете Гродненского государственного университета. Мы готовим, в первую очередь, офицера, профессионала в области тылового обеспечения войск. Если системно не работать в нашей области, успех сложно достичь. Кропотливым, каждодневным трудом, настойчивостью, контролем, организацией саморазвития можно достичь действительно хороших результатов. Сергей Ногайчук признается, что до поступления на факультет был уверен, что тыловое обеспечение – это в основном приготовленный вовремя обед. Но уже скоро понял – тыловик в части – это и финансист, и логист, и технолог. После поступления мы начали изучать такие дисциплины, как бухгалтерский учет и финансирный. Это не только просто пришли, покушали, для этого еще комплекс мероприятий – запланировать деньги, закупить продовольствие, заложить на хранение, выдать в столовую, приготовить пищу доброкачественно. Организация закупок возложена на начальников служб тыла, что, соответственно, возлагает очень серьезную ответственность, так как это связано с материальными и денежными средствами. Практические занятия проходят в специальных лабораториях и классах – кухня, прачечная, полевая баня или палаточный лагерь. На каждом из объектов курсанты за время учебы сдают экзамен или зачет. Курс завершает стажировка в войсках, причем построена она так, чтобы за четыре года будущий командир тыловик побывал на месте всех своих подчиненных. Для правильной организации работы вищевой службы необходимо владеть всеми должностными обязанностями и знать, как работает весь механизм вищевой службы. Необходимо обучаться по различным специальностям, как и младших специалистов, так и начальствующего состава. Что такое крепкий тыл и как его организовать? Курсанты военного факультета Гродненского государственного университета знают лучше многих. И неудивительно делать все, чтобы подразделения не отвлекались от задач боевой подготовки, а жизнь части шла в отлаженном режиме. Их профессиональный долг. Иван Михайлов, Наталья Гаврусик, Александр Питкевич. Телекомпания ВАИЕН-ТВ. Специально для программы «Наше утро». Иван Михайлов, Наталья Гаврусик. Телекомпания ВАИЕН-ТВ. Специально для программы «Наше утро» и «Наше утро».